Я запустил мерч, футболки и толстовки от Рабаши, ассортимент которых будет пополняться. Перед вами первый образец по тематике клинка, тот самый Танжера, оставшийся демоном. На тыльной стороне лишь один знак – уничтожить, ну а худи насыщены реворкнутыми принтами фреймов из манги на рукавах и, конечно же, невероятным тыльным артом, объединяющим концепции добра и зла. Заявки принимаются уже сейчас, по первым ссылкам в описании. Выбери желаемый товар и напиши размер. Через пару недель, исходя из ваших заявок, мы начнём производство, либо досрочно запустим его после первой сотни. Доставка по странам СНГ. Успей приобрести Чумба. По всем вопросам, конечно же, в личные сообщения группы ВК или рабочий аккаунт Телеграма. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. И это последний ролик по клинку в 2023 году. Решил символично совместно с третьим сезоном закончить его на одном персонаже – Камада Незуко. С самого начала избранный демон и самый полезный персонаж, потенциал которого можно на самом деле разбирать в отдельном ролике «Что если», но это в другой раз. Почему Незуко позиционируется как избранный демон? Всё кроется в каждой сцене с ней, ведь её КПД выше, чем у всего трио главных героев, а ещё она не болтает много. Во-первых, ты уже должна быть особенной, чтобы, будучи обычным человеком, с наличием совести и морали, пережить превращение в демона, иницируемое самим мудаком Джексовичем Кибуцуджей. Ибо Незуко мало того смогла превратиться в демона, так ещё и на подсознательном уровне во время первого, самого тупого и агрессивного превращения смогла контролировать себя, перестала атаковать Танжира и плакала. То есть ещё в первой сцене с ней нам спойлерят последнюю из третьего сезона, мол, человеком ей всё же быть. Минус, конечно, в том, что нам лишь косвенно объяснили, почему она превратилась в человека. Мол, якобы, она так хотела стать им, что сущность поместила личность на второй план. Это мы хаваем? Конечно, хаваем. Прямо с лопаты, закидывайте ещё. С чем связана претензия? Ну, посудите сами. Такая избранность, конечно же, субъективный факт от автора. Вот, Незука такая особенная из-за её морального стержня, тем более рядом был её брат, взыграли чувства и тому подобное. Прикольно, конечно, но в голову сразу всплывает пример Стамайо, которая согласилась стать демоном, чтобы спасти семью, но сама же её и сожрала. Хоть тоже обладает таким же моральным стержнем, как и Незука, и тоже испытывала не только любовные чувства, например, к мужу, но ещё и материнские к своим детям. Но чё-то ей не подфартило, в отличие от сестры ГГ. Едем дальше. Долго ждать, пока младшая сестра засейвит старшего брата не пришлось. Уже во второй главе нашего толстолобого в миссионерской позе должен был залимонить рандомный демонюга. Однако, с криком «Кияй!» и ударом ноги, наша футболистка ему бошку снесла. Ещё меня заботят глаза Танжера в этот момент. Видать, наш святой мальчик не такой уж и святой, раз зенки палит куда не надо. Кадром далее, она вновь спасла его очередным пендалем, после протянула руку во время падения, и это только за вторую главу, дальше ещё больше. Встреча с болотным демоном, атака со спины блокируется мощной KFC ножкой нашей цыпочки, которая в дальнейшем вообще защищает людей и дерётся с демонюгой даже эффективнее, чем сам Ганпачиро, пока этот самый братишка под текстурой Каты кастует. В следующем сражении Танжера уже не парится о позиции старшего брата и о том, что надо защищать младшую сестру, ибо сеструха уже вполне себе спокойно может развалить как равных, так и более сильных демонов, ибо быстро эволюционирует в битвах. Как, например, было во время волейбольной партии, которая Демонессу довела до ручки, буквально. Каламбур, который мы заслужили. В следующем файте мы увидим полный бодиблок от Незуха, и в ходе сражения, в котором Танжера явно проигрывал Руи, она пробудит своё кровавое искусство, если что, вот эти нити, сожжённые ею, должны были рубить хлебало нашему протагонисту, но были просто порваны и сожжены. Закончили первый сезон, переходим ко второму, точнее к полнометражному фильму. Техники гипноза противны и сильны, и кто знает, что было бы с ребятами, если бы Незуха не вылезла из своей однокомнатной конуры в ипотеку на деньги брата. И конечно разбудила его, а потом и остальных. Далее конечно помогла в сражении, но это уже база, которую и упоминать не стоит. Кто-то считает, сколько раз она уже спасла ГГ, так и других от явной смерти. Я вот лично нет, поэтому будет интересно в конце видео. Теперь с чистой душой переходим ко второму сезону, в котором наша девочка превратилась в гром бабу с большими сиськами и большими ляжками. Происходит всё это на большом контрасте, ибо посудите сами. Тандыр с налитыми кровью глазами под флешбеками с Йорьичи ебашил якобы на ультраспидах Даки, но так и не вывез. Главный герой напоминаю. И тут та, которую он должен спасти, вылезает из его сундука, отращивает помимо мощи и всё остальное, и просто в ёбаную пыль в кровавую лужицу превращает Даки, ещё и ржёт под всё это, показывая больше эмоциональный спектр, чем брательник. Но второй сезон запомнился не только этим месивом, есть ещё одна более важная ачива, без которой ни Танджера, ни Членгена и других не было бы. Именно Незука спалила эффект кровавого искусства Ютара, который убивал бы наших инвалидов с минуту на минуту. На самом деле уже во втором сезоне можно заканчивать всё это дерьмо, ибо всё это время не Танджера спасал Незука, а она его, причём в разы больше, чем он сам. Но для пущего эффекта мы конечно же перейдём к третьему, текущему сезону. Опустим подробности, атаки и так далее. Незука опять-таки божила в бою, но чем отличалась ещё больше, так это своей вариативностью кровавого искусства. Теперь её течка не только наносила урон врагам, но ещё и бафала оружие Ничеринда алого состояния, это нифига себе какой бустер, блокирующий регенерацию на время. И вообще, Кантенгу в конце боя сказал, имел я ввиду и столпа, и этого чайника, и генью, основная проблема это Незука. Так что уже и от четвёртой высшей луны было прямое определение важности каждого в битве. А эта сцена, в которой Танджера не мог определиться и Незука сама толкнула его, конечно очень хороша. Но видимо я, моральный урод, рассмотрел её совершенно без эмоций. Ни слёз, ни радости. Вообще, ржачно бы конечно вышло, если бы Незука не была такая особенная, и всё же сожглась бы на солнце. О чём это я? Да пипец, сейвить своего неумного братана на протяжении всего сюжета и в конце сгореть, продолжая латать его ошибки даже в последние моменты. Но вышло то, что имеем. История Незука, которая спасла саму себя через пот, кровь и слёзы. Потом её конечно вылечили, благодаря исследованиям Томойо и усилиям Шинобу, но и в человеческой форме она сыграла свою роль. Накинулась на Танджера в форме демона и спасла его от Бет-Трипа, который ему устроил Мудзан в подсознании. Так что по третьему сезону, да и в аниме в целом, можно сказать следующее. Клинок конечно демонов рассекал, но возможность для удара создавал себе не Тандыр, а Незука. Иронично получается кстати, ибо если судить строго, единственное что самостоятельно в манге сделал Танджера, это прошёл отбор в Истребители. И то благодаря паранормальным призракам в виде Саббита и Макома, но об этом я уже рассказывал. Сама же героиня текущего ролика вывозила все сражения на уровне инстинктов, при этом её война велась не только с врагами, но и с самой собой. Ибо организм буквально вырабатывал иммунитет к солнцу, так и к демонической сути. Увы, нам не показали эти моральные терзания Незука, поэтому её метаморфозы мы приняли как что-то должное. А зря, такую драму можно было разыграть. Пальчики оближешь. Короче, до окончания предзаказов по мерчу осталось 3 дня, потом купить его ты не сможешь. Заявки принимаю до 25 числа и цех начинает производство. Ссылки для заказа в описании, так что я тебя предупредил. Ну и спасибо за просмотр Чумба, подпишись на канал и другие соцсети. Увидимся в четвёртом сезоне Клинка Развлекающего. Пока.